Своя логика в распаде СССР она была и, кстати, такое ощущение, что это в конечном счете произошло, вот сегодня такое ощущение, что это было интересно, в интересах России в конечном счете. Думаю, что Россия вокруг себя и, вернее, вот внутрь себя принять больше уже ничего не сможет. Нам бы, наоборот, не упустить всякие дальневосточные земли и прочее. В нынешнем состоянии, в состоянии продолжения фактически ельцинской экономической политики, а Путин это делает, Российская Федерация не может даже Крым освоить, а то толком. Присоединить еще несколько голодающих областей к себе – это не вариант развития для России. Воссоединение Советского Союза обеспечит расцвет экономики всего, что нынче называется постсоветским пространством. Маленький государств очень легко забрать, и только в большом тесном содружестве мы можем противостоять любому врагу. Даже появившееся такое мощное объединение, как Европейский Союз, подвержено центробежным силам. На самом деле Российская Федерация уже может, с ее нынешней экономической моделью, она будет опрокинута кверху дном Донбассом и Крымом. Настанет такое время, когда все захотят снова присоединиться и будет называться Союз общих республик или СССР, или неважно кем и как. Главное, что все захотят быть снова с Россией вместе в дружбе и согласии. В таком виде, каким был СССР, это уже невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова